Добрый вечер! Ну и в канун этого дня мне хочется сегодня в прямом эфире раскрыть некоторые женские секреты и помогут в этом гости в нашей студии. Сегодня это эксперты красоты. Я хочу представить. Сегодня в студии стилист-парикмахер, мастер международного класса Ольга Капустина. Ольга, добрый вечер. Есть стилист-дизайнер одежды Юлия Радова. Я очень рада, что вы сегодня нашли время прийти в эти предпраздничные дни к нам в студию. И самый главный вопрос. Как выглядеть на миллион и всегда быть в хорошем настроении? Поделитесь своим главным секретом. Ольга. Я думаю, обязательно нужно любить себя. Любить себя и не быть ленивым человеком. Так. То есть ленивым в плане ухаживать за собой? Да, да, да. То есть если ты хочешь быть красивым не только изнутри, но и изнаружи, нужно над этим работать, конечно. Вообще ключевые слова изнутри и снаружи. Да, точно. Юля, что добавишь? Ну так, помимо того, что нужно любить себя, нужно немножко быть просто влюбленной еще в кого-нибудь, я думаю, так. Тем более весна. А мне кажется, дорогие друзья, что здесь еще есть один важный очень момент. Нужно еще всегда быть, что называется, как сегодня модно говорят, в тренде, да? То есть вот еще немножечко идти где-то в ногу со временем. Вот мы сегодня как раз-таки этим и займемся. Полезные советы из, скажем так, из мира красоты ждут сегодня вас, дорогие друзья, в прямом эфире на Беларусь4. Я хочу напомнить, телефон прямого эфира 34-22-43. И вот не будем долго тянуть, вот прямо сейчас разыграем два билета в музей печати и фотографии. Вопрос связан, естественно, с модной красотой. Какую одежду древние греки называли варварской? Вот ваши варианты ответа ждем по телефону 34-22-43. Кстати, если перефразировать вот этот вопрос нашего конкурса, как вы считаете, какое облачение сегодня можно назвать непристойным, ну не столько варварским, но непристойным? Юль, вот как дизайнер, ради что скажешь? Ну, я думаю, знаете, сейчас на подиумах такое выставляется, что варварским или непристойным, мне кажется, вообще ничего нельзя считать. Потому что, чтобы не оденеть... То есть сегодня все подходит, да? Все модно, да. То есть комбинация и тяжелый какой-то там пальто-свитер сегодня считается даже стилем определенным, да? Есть пижамный стиль, есть, забыла, как называется, типа нижнего белья стиль, да, когда одевается и пошел. Главное, чтобы это было все отглажено, отутюжено. То есть ты считаешь, что сегодня непристойной одежды нет? Ну ты, например, чего бы никогда не надела? Может, кроссовки, не знаю, кеды? Нет, я ношу и кроссовки, и кеды, в зависимости... Знаете, Наташа, я думаю так, что непристойным это то, что не подходит человеку, понимаете? Да, иногда смотришь, как одеваются наши, там, неважно, молодые девушки или парни, мужчины. Ну, то есть если фигура не позволяет носить облегающие джинсы, например, вот это непристойно, да? Ну, мне так кажется, ну, это просто человеку не идет, или что-то в цвете не так, то есть, ну, как-то, знаете, человек на себя принимает взгляды, все на него оборачиваются, хотя с другой стороны, почему бы и нет? Ну, вообще, понятно, мысль понятна, спасибо большое. Ольга, есть такая непристойная элемент гардероба? Да, я так глубоко копать не буду, но я считаю, что нужно одеваться по возрасту. Это очень важно, чтобы молоденькая девочка смотрелась девочкой, а девушка, да, девушка статная, конечно, могла пошалить, но чтобы не было такого, что ее, как шутили раньше, как из-за пионерка с лица пенсионерка. Поэтому я считаю, что это должно все быть еще очень даже и по возрасту, чтобы из маленьких девочек не делали женщин, и наоборот, это очень важно. Ну, вообще, судя по нашим нарядам сегодня в студии, поверьте, совершенно случайно, такое ощущение, что пик сезона цвет черный. Ну, а на самом деле, какой цвет очень модный будет этой весной, мы узнаем сегодня в нашей программе. Кстати, мне подсказывают, что есть телефонный звонок, наверное, есть вариант ответа на вопрос нашего конкурса. Хочу напомнить еще раз вопрос, какую одежду древние греки называли варварской. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Ой, здравствуйте, как вас зовут? Дарья. Дарья, скажите, вы любите наряжаться в красивое платье или наоборот, любите там джинсы, шортики? Ну, больше, наверное, в платье летом, а зимой, мне кажется, в штаны лучше. Штаны лучше. Ну, хорошо, тогда попробуйте ответить на вопрос конкурса, какую же одежду древние греки называли варварской. Вообще варвары, ну, греки называли варваров, тех людей, которые разговаривали не на греческом языке. То есть одежда, вы считаете, здесь ни при чем? Нет, они называли так штаны, потому что они пришли из Европы, ну, а это были кочевые народы, и это были варвары. Слушайте, ну, какой развернутый, интереснейший, а главное, правильный ответ. Дарья, вы знаете, вы только что, во-первых, нас удивили всех, а во-вторых, выиграли два билета в музей печати и фотографий, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое за телефонный звонок. Вот такое вот юное создание уже имеет столько знаний, и самое главное, наверняка, да, сегодня почерпает очень много женских секретов из нашей программы. Кстати, Юля, вот как ты считаешь, а что делает современную женщину красивой? Только ли одежда? Да нет, не только одежда, но и прическа делает красиво, и правильный макияж, и настроение, ну, много чего мне так кажется. Хорошо, тогда я хочу попросить вас продолжить фразу, известную фразу, Ольга, вот женская красота это? Это спасение. Для грусти, от грусти, от уныния, это вдохновение на какие-то действия, подвиги, на мир, на процветание. Юля? Мы будем спасать, наверное, мир. Да, мир. То есть солидарна полностью, да? Ну, я думаю, знаете, еще женская красота, вот она как бы внутри, правильно Оля сказала в начале передачи, что, знаете, есть женщины, которые просто, вот на нее смотришь, она вот просто сияет, вот как аура вокруг нее. Вот это вот женская красота. Она может быть такая и не очень красивая, там, или не очень симпатичная, или там полненькая, или, наверное, слишком худенькая. Ну, вот она сияет. Вот это женская красота. Скажите, к вам часто обращаются вот сегодня девушки, женщины с просьбой изменить их имидж? Не просто там пошить красивое платье, сделать красивую прическу, а вот приходят и говорят, меня не устраивает, как я выгляжу, пожалуйста, измените меня. Если вот такое происходит, о чем просят вообще? На кого похоже? На самом деле это бывает или осенью, или весной. Да, чаще всего брюнетки хотят стать блондинками, а блондинки брюнетками. Конечно же, мы объясняем, насколько это может быть длительная процедура, насколько это может быть полезно или не полезно для их волоса. И, конечно, все равно нужно отталкиваться от их цветотипа, насколько им что-то идет. А, давайте конкретно. Вот если я захочу стать блондинкой... Я бы вам отказала. Почему? Я вообще имею свою теорию, не знаю, возможно, многие смыслы солидарны. Я считаю, что по моей теории нужно придерживаться того цвета волос, который тебе дала природа. Плюс-минус два оттенка, или светлее, или темнее. Иногда бывают исключения, когда можно кардинально менять цвет свой родной, но это неудобно и по, так скажем, природным данным. Цвет бровей, ресниц, цвет кожи. И для структуры волоса. То есть иногда очень сложно сделать красивый цвет в резком контрасте. Ну, то есть два тона, в принципе... Два-три тона, да, да. Два-три тона я могу себе позволить. Да, да, да. В принципе, это сколько... Шоколад, то есть очень красиво добавлять какие-либо пряди. То есть там... Сколько времени это может вообще занять? Осветление волос на два-три тона. Это всё зависит, как вы окрашивали волос до этого, сколько профессионально или нет. Это всё индивидуально. Нужно знать, что это может быть час, два, у кого-то и пять, и шесть и ходят. Ой, в общем, дорогие друзья, а вот о таких вещах, да, можно говорить часами. Вы согласитесь всё-таки, вот я к другому веду, что многие женщины, они как это назвать-то, ну, скрывают, да, вот если можно сказать так в кавычках, свою красоту. И, грубо говоря, наряжаются, приводят себя в порядок только по праздникам. То есть там укладка, соответственно, там маникюр. Как вы считаете, вот с чем это связано? Почему вот такое вот происходит? И вы вообще грешите этим, Юль? Ну, мне кажется, у большинства женщин просто, наверное, времени физически не хватает. Это говорки. Это говорки. Я тоже так считаю. Ну, суета-сует. Нет. Нет, я считаю так, что нужно сначала выделить себе время. Лучше встать на час раньше и навести прическу, навести макияж. И зато ты выходишь в свет, ловишь взгляды, не знаю, и всё. И расцветаешь, да, расцветаешь. Чувствуешь себя, да, красиво. Да, расцветаешь. И, ну, и в итоге, как бы, ты, естественно, даришь, опять же, красоту. И тогда, получается, и у тебя на работе всё хорошо выходит, и у тебя в семье всё хорошо. То есть красота страшная сила. Да, красота страшная сила. А вообще, вы знаете, француженки говорят, что если женщина в 30 выглядит кое-как, значит, она просто ленива. Вот мне очень интересен ваш совет. Что посоветуете женщинам, которые, допустим, недовольны своим отражением в зеркале, Ольга? Вы знаете, всегда можно обратиться к специалистам, приконсультироваться. И в этом нет ничего страшного, потому что много консультантов по имиджу, много визажистов, которые дают курсы для себя. Очень сложно иногда разобраться в интернете, какие-то советы не всегда подходят именно вам. И сейчас очень всё просто и запросто. Можно побыть моделью и самой себя усовершенствовать, чтобы это было грамотно. Макияж может быть минимум. Сейчас молодёжь, ну как молодёжь, да, юные создания, они против майкапа и делают его совершенно, ну, большинство девочки, такой европейского типажа, редко. Они уверены в себе. Из них светится ум обаяния изнутри. И поэтому макияж, он минималистический, только если это какой-то вечер, вечеринки, серьёзные мероприятия. Я считаю, что это тоже правильно. Сегодняшняя молодёжь более эрудированная, более общеразвита и уверена в себе, потому что у них больше возможностей, и они более уверены. Им легко одеть кроссовки, рваные джинсы или майку. И не сделать прическу, а сделать гульку, и минимум макияжа, и они красивые. Оль, ну подожди, я если тебя сейчас правильно понимаю, ты хочешь сказать, что сегодня, скажем, тенденция к тому, чтобы быть более естественной. Мне всегда казалось, что сегодня, наоборот, женщины как можно больше хотят ухаживать за собой. Тратят много времени, сил на макияж. Я скажу так, именно макияж, да, ухаживать нужно за собой, да. Есть косметологи, но тоже, так скажем, мы говорим про юные создания совсем, там, до 22 лет. После 22 лет нужно ухаживать, косметологов никто не отменял, естественно. И перебарщивать с какими-то жесткими средствами. Ну мы знаем, какие есть у нас средства, и ботоксы, и все остальное, филеры. Да, 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 и сегодня молодые, мне кажется, очень-очень-очень на это падки. Ну не все, вы знаете, тоже есть разная молодежь, и многие довольны собой, и это и есть их внутренняя красота. То есть они могут совместить одно с другим. Если грамотно что-то чуть-чуть сделать, вдруг, может быть, но в основном умная молодежь этого не делает все-таки. Эта мода ушла, отходит. И есть девушки, там, скажем, более взрослые, которые тоже за лицом не ухаживают, но при этом делают очень много процедур, то есть такие жесткие поботоксы, всего остального. И они считают, что у них все хорошо, нет морщинок, не нужно увлажнять кожу, не нужно находить косметологу, не нужно даже макияж, только по праздникам. Ну нету той свежести, нет той юности, и все равно там. То есть твой главный совет – обращаться к профессионалам, когда-то иногда. Да, да, чтобы не было перебора в том или ином. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, надо прислушаться к советам нашей программы. Даже если сегодня вам не нравится ваше отражение в зеркале, наверное, все-таки, значит, в таком случае, наверное, стоит начинать искать в себе, ну, вот как говорят наши эксперты, красивые черты и подчеркивать их. Ведь у современной женщины действительно очень намного больше средств и возможностей быть красивой, чем вот, ну, например, у наших бабушек и прабабушек. Ну что ж, дорогие друзья, начнем с конкретных советов. Итак, начнем с прически. И для начала я предлагаю узнать у профессионалов все-таки, насколько изменились предпочтения в последнее время. Ольга, что модно этой весной? Вот длина, кудри, я не знаю, там форма, цвет волос самое главное. Что в моде будет? Тоже очень сложно, потому что все еще, так скажем, скрываются. Одно время было очень модно, кудрявые волосы, всевозможные локоны, кудри. Сейчас, наверное, все устали, соскучились по челкам, соскучились... Челки? Да. Вы знаете, да. Соскучились по челкам. Юля, ты в тренде сегодня. Мы соскучились по прямым волосам, то есть по жестким хвостам, по более гладким формам. Поэтому, думаю, немножечко будет... Вот это все требует большого ухода за волосами, конечно, вот эти гладкие формы. Но интересно, уже интересно. Даже не ожидала, что так кардинально это весной. Хорошо, с какими просьбами сегодня приходят, вот, например, к стилисту-парикмахеру, удлинить обрезы, чего хотят сегодня чаще всего гамильчанки? Завить все-таки, скрыть что-то? Вот что чаще всего? О чем мечтают, скажем так, современные наши модницы? Модницы мечтают о здоровом, красивом волосе. Это естественно. Для этого тоже за ним нужно ухаживать. Красивый цвет, да. На весну очень многие хотят усилить блонд. Вот хочется... Солнца не хватает, да, и вот этот солнечный блик их хочется делать на волосах. А вот поэтому уходы, уходы, качественное окрашивание волос, чтобы это было здорово, интересно. Юль, скажи, пожалуйста, ты могла кардинально как-то изменить цвет волос свой, вот, допустим? В красный? Допустим. Хорошо, в черный это тоже для тебя, мне кажется, кардинально было бы. Ну, черный цвет не мой цвет. У меня правильно сказали, что зависит от цветотипа. В красный тоже не мой. Я придерживаюсь той же самой теории, что есть у каждого человека свой цветотип. И если я, ну, допустим, там осень, да, ну, как бы мне не подойдут тона той же самой зимы. Это в смысле черный, красный. Хорошо, скажи, ты во внешности больше консерватор? Ну, я думаю, да, я больше консерватор. Я к чему веду? Ведь сегодня же очень, понимаешь, вот сегодня очень модно красить в разноцветные рисунки, я бы сказала, не оттенки, в рисунки волосы и, дорогие друзья, даже уши. Вот мы сейчас покажем несколько фотографий. Это действительно очень модно сегодня в Европе, и поэтому хочется, да, вот-вот, пожалуйста, макияж, уши. Не знаю, мне понравилось, в нашей бригаде не очень. Ну, у каждого, да, дело вкуса. А вот прическа, посмотри, Юль, вот такой, нет? Нет, нет. Ну, во-первых, это вообще уже не мой стиль, я так думаю. У каждого есть еще свой стиль. Вообще, я к чему говорю, Ольга, вот обращаются к нам за покраской ушей? Ну, визажисты делают тон лица, тонируют ушки, чтобы не было перехода, добавляют интересный светящийся эффект. И вы знаете, я иногда подсматриваю, что очень даже красиво они играют на солнышке. А вот, знаешь, я перед передачей специально в поисковике в интернете запустила «Покраска ушей Гомель». Ну, вот хоть одно предложение найти, я не нашла ни одного предложения, да. Мне вот очень интересно, вот как ты считаешь, найдется ли вот такому вот, такому модному акценту место в Беларуси и вот у наших девушек? Или это все-таки больше такой фэшн-показы? Ну, можно сейчас есть новое слово «хайпануть», да? У нас в показах перейдет очень много, можно проэкспериментировать и выпустить на публику. Ну что ж, дорогие друзья, я считаю, это одна из интереснейших тем для одной из следующих программ, да, покрасить уши, волосы, ну, в общем, сделать что-то такое неординарное. Кстати, ты сама легко решаешься вот на подобные эксперименты или тоже консерватор более во внешней части? Я люблю эксперименты, но не всегда есть на это время. Это же понятно. Например, когда я посещала тоже интересные мастер-классы, шоу-показы, и участвовала там, помогала делать коллекции в Минске с крутыми колористами, стилистами. Я поддалась на соблазн, тоже изменить цвет волос, давно хотелось. Спорили долго там вставлять часть светлого или его в красный тон выводить. Они сказали, так нельзя, и давайте вот так. Затем у нас был тоже мастер-класс в Гомеле московске, интересно, очень парикмахер приезжал. Я тоже села в модели, потому что, ну, не хватило делать, что хотите. Хорошо, и какой самый для тебя кардинальный был имид? В моей жизни? Да, да, да. Ну, я могла себе выстричь висок коротко, сделать его розовым ярко, или макушку, или короткое коре. Ну, лет, наверное, 12 назад. Хорошо, сегодня ты готова на подобные эксперименты вообще? Просто любопытно даже. Ну, наверное, нет. Пока нет, да? Пока нет. Я думаю, что тоже хочется немножко такой вот дорогой классики. Выпрямить волосы, сделать гладкую форму и отойти от кудрей, возможно, челку. Ну что же, мы следим за твоим инстаграмом, пристально, да, ждем каких-то интересных преображений. Ты всегда удивляешь. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире на «Беларусь-4» программа «Добрый вечер, Гомель». Вот в канун весеннего праздника, 8 марта, мы решили поделиться сегодня женскими секретами, конечно же, красоты. Очень интересно ваш секрет, поэтому звоните в студию, пишите в Вайбере, и не забывайте участвовать в нашем конкурсе. Разыгрываем два билета на уникальную выставку «Шершеля Фам». Эта выставка проходит сейчас во дворце Румянцевых и Паскевичей. И эта выставка, действительно, мы чуть позже еще раз вернемся к ней, но, мне кажется, это выставка, которую должна посетить каждая современная женщина. И у вас есть такая возможность, нужно ответить на вопрос нашего конкурса. Какая персона, какого художника из покон веков является идеалом женской красоты? Можно назвать просто эту картину, и вы уже станете победителем. Итак, какая картина, я так перефразирую вопрос, из покон веков является идеалом женской красоты? 34-22-43, мы ждем ваших телефонных звонков сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Беларусь-4». Сегодня говорим о женских секретах, раскрываем женские тайны красоты. Ждем ваших интересных советов. 34-22-43, телефон прямого эфира. И предлагаю, конечно же, участвовать в наших конкурсах. Напомню, что прямо сейчас мы разыгрываем два пригласительных билета на выставку «Шершеляфам». Удивительная выставка, проходит в музее в нашем дворце Румянцевых и Паскевичей. И для того, чтобы выиграть первый набор, скажем, из двух пригласительных, надо ответить на вопрос конкурса. Какая картина, скажем так, из покон веков является идеалом женской красоты? Мне подсказывают, что у нас есть вариант ответа. Давайте послушаем, насколько он правильный. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Рожда Омель. Как вас зовут? Давайте познакомимся с вами. Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-нибудь свои женские хитрости, красоты? Поделитесь с нами секретом каким-нибудь. Да нет, наверное, секретов нет. У меня, наоборот, вопросов больше, чем ответы. Тогда задавайте, тогда задавайте вопросы нашим экспертам. Да, я бы, на самом деле, поинтересовалась бы у стилиста, какие на сегодняшний день в моде стрижки, потому что я хочу немножко изменить уже свой стиль, то, что у меня есть, уже поднадоело. И подумываю о бровях. Может быть, тоже какие-то, что в моде сейчас мне могут подсказать. Хорошо, сейчас мы попробуем ответить на ваш вопрос, но я вам предлагаю для начала поучаствовать в нашем конкурсе. Как вы считаете, какая картина является во все времена идеалом женской красоты? Картина? Картина, я смею предположить, что это, наверное, Джаконда, она же Монализа Леонардо да Винчи. Конечно, спасибо вам большое за этот ответ и за этот звонок. Вы только что выиграли два пригласительных билета на выставку Шершеля Фам по дворец Румянцевых и Паскевичей. Итак, давайте же расскажем телезрительницам нашим действительно, что про брови и какие формы прически в моде. Что посоветуем? Ну, все зависит от исходной длины волос нашего слушателя и зрителя, поэтому нужно здесь разбираться. То есть, конечно, мягкие формы, формы боба они играют до сих пор от коры. Одно, в прошлой весной резкие срезы делали все девочки жесткие, как и европейская коры. Потом кофе не устали, делали более мягкие срезы. Давай так скажем, вот самая модная стрижка какая в этом сезоне? Средняя длина, все равно исходная стрижка, да. Ну, то есть, вот. Вот так? То есть, до ушей не делаете? Нет, если девочки хотят, девушки хотят, но это короткие стрижки, там могут быть выстрижены виски, красивые косые челки. То есть, что вроде в стиле пинг, но то есть, нужно, да. Слушайте, вот вы все говорите, мне все нравится. Я бы все попробовала, да. И виски, и вот эти челки, не знаю. Они очень-очень хорошо смотрятся. У нас тоже девчонки выезжали сейчас на мастер-классы в Минск по этим модным стрижкам, но они идут на разный возраст, очень роскошно смотрятся. Отлично. Юль, сколько времени в день ты тратишь на прическу? Скажи, пожалуйста. Сама делась у меня, кстати, прическу? Да. Удивительно. И челка угадала, и вот этот вот веерочек такой. Скажи, пожалуйста, сколько времени тратишь в день на прическу? Ну так, если помыть голову, и высушить, и уложить что-то, ну, думаю, ну, полчаса, максимум. Полчаса? Это быстро, на мой взгляд, да, Ольга, мне кажется? Ну, для дома, да. Я думаю, что еще красивый волос, и сам немножко подвивается, поэтому... Ольга, скажите. На самом деле, совсем не вьется. А вот очень тяжелый мой парик мальчик со мной мучается. Ну, значит, вы очень удачно с ним справляетесь. Вот мне интересно ваш ответ на вопрос. Что выберете, если времени мало? Вот начнем с Юли. Юля, быстро сделать макияж или... Давай так, маникюр или прическа? Что? Если вот вообще вот очень мало... Не знаю, я думаю, лучше маникюр, потому что я, человек, рисую эскизы, и люди обычно смотрят на руки, а здесь я могу косынку какую-нибудь модную одеть. То есть ты выберешь маникюр? Да, или шляпку, что-нибудь такое. Что ты выберешь? Если вот нет времени вообще. Пять минут, скажите. Мой маникюр происходит гораздо дольше, чем пять минут. Если вы спросили, макияж или прическа? Давай так, макияж или прическу? Я думаю, макияж. А в прическу что ты сделаешь? Хвостик? Косынка? Можно надеть шляпу, можно сделать хвостик, можно... А можно сделать быстро? Можно залезать гладкий, красивый хвост, гульку тоже будет очень интересно. А ты можешь научить нас сегодня делать быстрые прически? Ну, за три-пять минут это возможно вообще в принципе? Да, сейчас очень модно хвост, очень красивый, интересный, мне девочкам понравится. Я хотела сначала предложить себя в роль модель, но подумала, что еще впереди передача. Поэтому я хочу пригласить в нашу студию модель, которая поможет нам с экспресс-прической. Ну, для начала, наверное, надо представить модель. Добрый вечер вам. Как зовут? Да, это наша модель Любочка. Студентка, умная, красивая, да. Сейчас очень это модно. У нас все наши модели, приходящие к нам в студию, очень интересные. Я за то, что молодежь должна быть там и красивой, и умной. Я ее защищаю нашим молодежью. А еще волосы у молодежи такие, да, длинные. Красивые, ухоженные, очень грамотные, да. Что будем делать? Как быстро и в принципе какие главные секреты вот этой вот экспресс-прически? Очень молодежь, ну тоже ребята, взрослые, не очень, но девчата. Очень модно гофре. Гофре очень легко делается в домашних условиях, если правильно его делать. Дает объем, экономит время. То есть мытье может происходить не каждый день, а уже раз в 2-3 дня. Что тоже очень удобно. То есть если мы вчера сделали гофре, мы на второй, на третий день еще в принципе можем себя чувствовать прекрасно. У Любы как раз-таки гофре осталось. Да, да, она у нас справляется, опытная модель, да, поэтому... И значит теперь у нас, я так понимаю, буквально несколько минут уйдет на создание прически. Да, сейчас очень модны хвосты всевозможные. Если мы торопимся и спешим, и нужно что-то сделать креативненькое, это может быть или вечернее, или повседневное, неважно. А даже могут быть гладкие хвосты. Всегда мы можем выделить челочку, зону челочки, оставить. Запоминаем. Зарисовываем. Зарисовываем, а лучше повторяем вместе с нами, да. Затем все собираем аккуратненько, быстренько в хвостик. Если нужно, мы можем небрежные какие-то прядки оставить у лица. Ну и для Юли, наверное, с ее длиной волос так не подойдет, да? Такой вот хвостик. С моими подойдет? А мы можем сделать красивую гулечку вместо хвостика. То есть здесь не имеет значения длина. Это, наверное, больше подсказка для мам, для девчонок. Но я думаю, что можно выкруститься и сделать и на породке волос что-то. То есть я так понимаю, что для себя я так понимаю, главный секрет этой прически, если есть гофре, значит, уже есть объем. Есть объем. Со вчерашнего дня, если осталось. Да, да. И он хорошо поднимет челочку. Так. И не будет очень зализанный сам по себе хвост, уже будет объемненько смотреться. Затем нужно отделить вот эту челку. Да. И сделать хвост. Челочку мы оставляем, да. И сделать хвост. И сделать хвост. Резинкой. Мой шагун носик поднимет. Резиночкой. Любая резиночка, которая вам комфортно работает. Очень хорошо. Маленькие силиконовые резиночки. Они хорошо потом разрываются и не путают волос. Мягко держат. Резиночкой. Сделали красиво хвост. Так. Такая высокая и стройная, как наша модель. Дотянуться не совсем просто. Можно немножко тогда. И мы тогда можем сделать что? Плести, я думаю, косички могут все. Жгутики могут все. И мы можем эту часть красивенько переплести. Слегка. Слегка. Себе попросить маму или сам, или дочку, или сестру. Что тоже не имеет значения. Или можем жгутик скрутить, так скажем, быстренько. Кому как удобно. Сколько времени. Это очень быстро. Просто мне немножко высоковато. Вот. И сделать объем. Так. Вытянуть слегка это все дело. Вытянуть. Ну, в принципе, уже все понятно. Да. Завтра тоже попробуем. У меня, как раз, объем останется. Да, то есть, когда мало времени, что-то хочется, выглядеть, как будто мы с собой поухаживали. Как будто это вот что-то такое. Мы можем оформить челочку, гладко залезать, красиво, гладко. Если мы уже хотим, там, по-вечернему, так скажем, выглядеть, специально гладко залезать в височки. Все мы закалываем. Вот это вот, знаете, здесь торчит одно, здесь другое. Ой, обожаю. Вот это мне так нравится сегодня. Да. То есть, если мы даем сложность челочкой, и уже у зеркальца, конечно, мы сами на себя смотрим, как нам хочется добавить объема. То ли он будет побольше, то ли поменьше. То есть, по бокам сделать гладким. Гладко, да. А челочку немножко... А челочку сделать такой вот, да. Никто никогда не скажет, что сделали это своими руками быстро, за две минуты. А остатками обмотать вокруг. Да. Ну, конечно, я могу делать. Знаете, из экспресса можно выйти в свадебную прическу. Так мы сейчас плавно выйдем замуж, подождите. Да, меня остановить очень сложно бывает, когда девочки после мастер-классов или, ну, каких-то фотосессий, они говорят, ну, разберете мне прическу, чтобы было немножко спокойней. Я говорю, ну, конечно, разберу, но мы, разбирая прическу, можем поймать еще 3-4 варианта и заново фотографироваться, что-то делать. Поэтому иногда я боюсь. На самом деле, очень интересно, очень интересно и сзади получилось. Давайте мы покажем, повернем нашу модель. Мы очень спокойно, без каких-то сложных. Оля, а от формы лица вот как бы зависит от себя какая-то прическа? Ну, то есть лицо сильно вытянутое, например. Мы к зеркальцу можем подойти, посмотреть, мы же всегда на зеркале смотримся, вытащить какие-то прядочки. То есть если вытянуть их, то можно по бокам чуть-чуть. Да, округлить какие-то, делать прядочки. То есть мы, это нужно к зеркальцу, мы чувствуем свою форму, должны ее знать. Конечно, если мы уже психанем и будем дальше фантазировать, мы можем и начесать этот хвост. Вдруг у нас панк-вечеринка. Давайте-ка психанем сейчас. Давайте. Что тоже делается очень просто и быстро, когда хочется побаловаться. Слушайте, меня сегодня к эфиру собирали два с половиной часа. Я вот думаю, да. Вот теперь я буду знать, как делать прическу. Ну, вы знаете, на самом деле тоже и практика, и девочкам мы рассказываем, они подсматривают, как можно это делать очень быстро. Но все-таки опыт есть опыт. Участие в чемпионатах, конкурсах, подготовка ребят очень рентабельно, положительно влияет на мою работу. И то, что делает обычный мастер. Полтора часа я могу сделать за 15 минут. Ну, если очень надо. Если очень надо. Да, если нет. Мне кажется, должна уметь это делать каждая женщина. Поэтому те, кто не умеет, я в том числе учимся, дорогие друзья. Я вот прямо в этой студии, в прямом эфире, поверьте, очень многому учусь. И даю вам такую же возможность, вот сидя на диване. Ну, напомню, что вот так вот сейчас Ольга Капустина, стильс-парикмахер, мастер международного класса, показывает нам действительно вот такой высокий мастер-класс по экспресс-прическам. Так что мотайте на уст, как говорится. Да, и заметьте, что мы это делаем без плойки. Сзади так очень красиво. Сзади тоже интересно очень, да. Делаем без плойки. Жиренько. Делаем без плойки. Можно даже постараться, что-то еще. То есть ничего вроде бы сложного, но если надо, я думаю, наша девочка всегда будет хорошо выглядеть. Спасибо. Сильненько, да. Можно тогда же кончик, наверное, подвернуть. Ну, тут уже пошла фантазия Юлия тоже. Ну, отлично. Спасибо. Три-пять минут, я так понимаю, даже, наверное, меньше ушло у нас на эту прическу. Спасибо большое, Люба. Замечательно. У вас сегодня впереди, я так понимаю, интересный вечер с такой прической, грех сидеть дома. Так что, если сейчас 9-10, а вы, дорогие друзья, еще даже не строили планы лишь потому, что у вас нет прически, поверьте, это не проблема. Только что мы доказали, что за 3-5 минут можно полностью себя преобразить. Так что, повторяйте за нами, в общем, следуйте советам нашей программы. Ольга, а как вообще распознать хорошего парикмахера, который, например, лишнего не посоветует, которому можно довериться? Вот как распознать, что этот человек, он приведет тебя в порядок, но, скажем так, ты себя сама узнаешь и будешь довольна и счастлива, скажем так? На самом деле, с этим очень сложно. Почему? Потому что некоторые умеют обманывать, входить в доверие, и на выходе клиенты не всегда довольны. Ну, пока вы сами не ощутите руку мастера, не попробуете, конечно же, нужно знать его какой-то опыт, нужно знать какие-то рекомендации. То есть посмотреть его работы уже какие-то. Работы, но работа не в Инстаграм, просто в Инстаграм, а каких-то живых людей, потому что сегодня телефоны Инстаграм и фильтры могут очень хорошо корректировать. Это очень страшно, когда наша молодежь пытается становиться мастерами, заявляет о себе что-то, а на выходе, сталкиваясь с клиентом, она теряется и не может. То есть рекомендации желательно и какие-то живые примеры работы. Да, понимать стаж и знать, да, работы, что делать. Ну, один из важных вопросов сегодняшнего эфира, это, конечно же, полезные советы. Сейчас вот, согласитесь, шапки, платки, весна пришла, а у нас вот так вот волосы электризуются в разные стороны. И вообще вот все, даже вот у нас сейчас вот любая модель, да, то же самое происходило, ничего не помогает, кажется. Но дело не в этом, вообще, что делать с волосами весной? Как вот их привести вот в красивый, здоровый вид, советую? Ну, на самом деле волосы у нас, роговевшая часть кожи, и они уже у нас не живые и не здоровые. То есть не может болеть то, что мертвые. Это большая ошибка. Мы можем просто улучшить косметический внешний вид средствами, их увлажнить, что, в принципе, нужно делать и круглый год. Пользуются масками, бальзамами, какими-то спреями всевозможными, флюид-блесками. Очень много средств, и есть на зиму, есть средства с антистатическим эффектом. И то есть нельзя сказать, что зимой волос хуже, летом лучше или так далее. Наоборот, летом волос может хуже быть, потому что солнце, незащищенность, и там уже фильтры должны быть в косметике. Поэтому просто ухаживать. А нам кажется, что он больше экзоризуется от верхней одежды, где у нас много пуховики, шубы, воротники. Много слоев всего. Воротники, идет статическая электричество за счет верхней одежды. Поэтому нам это больше заметно. Как справиться? Подожди. Пользоваться антистатиками зимой, чтобы вас это не раздражало. Окончательно к весне. Вообще, согласитесь, Юль, но сегодня наши женщины все-таки боятся салонов, потому что считают, что это в какой-то мере дорого. И пользуются по старинке кто-то луковой шелухой, кто-то хлебными корками, когда ухаживают за волосами. А вот как относитесь вы вообще к домашним рецептам, например, по уходу за волосами? Не, но могут быть домашние рецепты. Опять же, нужно думать... Есть ли такой, кстати, рецепт? Ну да, есть. Другое дело, что мы должны опять же думать, что, например, сейчас мы едим. То есть как бы сами продукты какие. Если мы делаем какие-то, ну там даже для волос, например, там из типа простокваши, так лучше же брать, наверное, ну хорошее молоко. Ну я не скажу, что магазинное плохое. Но натуральное молоко лучше купить у бабушки там из-под коровки и получить натуральную вот эту вот масочку для волос, да, там для лица, чем купить обработанное, переработанное, я не знаю, просто как. А, то есть ты имеешь в виду, если это домашний рецепт, то есть всего натурального, да? Хорошо, какой у тебя рецепт вот есть, например, из натурального молока, я так понимаю, домашнего? Не, ну я обычно больше травами пользуюсь. То есть я покупаю ромашку, завариваю, промываю. Как часто ты делаешь так, волосы поддерживаешь? Ну раз в неделю, я думаю, что я так ополаскивание делаю. А что происходит, когда ты ромашкой моешь? У тебя они становятся мягче, это как бальзам, в принципе. Я не знаю, кто-то мне когда-то в детстве наверно сказал. Просто ей нравится, Оль. Вот видишь, вот ей просто... Плюс мне еще сказали, что ромашка, она дает вот эту вот золотистость, золотистость волос, то есть вот и все. Оль, кто-то пользуется крапивой, наоборот, кто-то пользуется. Ну, я крапиву не видела в аптеках, не знаю, может, я плохо искала. А что, что вот скажут профессионалы насчет домашних таких рецептов? Вы знаете, здесь есть такой момент, что в любом средстве есть определенный состав. И чтобы не реализовать щелочь, какие-то агрессивные моменты после окрашивания и так далее, должна быть кислая среда. И простокваша, и раньше были майонезные маски, пытались сделать. Это все, в принципе, работает. Просто это не хранится долго. И насколько вам комфортно там... Каждый день делать там... Да, у вас это не так душик там. Когда-то смывали волосы светлый уксусом, потому что, опять же, закрывали щешуйки, волосы более шелковисты становятся. То есть это все можно, но главное, без фанатизма, чтобы это не навредило. Чтобы маска создавала кислую среду, я так понимаю. Тогда, в принципе, это не навредит. Есть вот несколько... Перебью. Знаете, очень опасно. Некоторые делают, вот это недавно где-то слышала, читала. Горчичные маски. Вот, кстати. Горчицы очень опасны. Смотрите, вот Елена пишет, горчица – это лучшее средство для укрепления волос. Вы знаете, почему горчица? Потому что она создает тепло. Ну, можно сделать ожог, и у вас будет ужасная ситуация, вплоть до больницы. То есть горчицей не пользуйтесь, дорогие друзья. Это один из тоже советов. Опасно, да, опасно вам говорят. Все равно даже трихологи, когда-то я слышала тоже раньше, советовали луковые маски, как бы они как будто бы невкусно пахли. Вот это безопасно. Горчица может дать ожог. Да, это тепло, это активация идет, вроде бы приток воздуха, ну, кислорода, кровь, да, это хорошо, но лучше нет. Это опасно, дорогие друзья. Горчицей не пользуйтесь дома, если вы ухаживаете за волосами. И еще один вопрос, точнее, даже рекомендация от Ольги, вот прокомментируйте. Я добавляю в шампунь, пишет наша телезрительница, витамины А, В, С, В12, которые продаются в ампулах в аптеке. Вот что скажете о таком рецепте? Вот есть шампунь покупной. Что А, В, С, но С – это кислота, поэтому хуже не будет. Вот, ну, В12 как может? Ну, можно тоже намазать кожаные ботиночки В12. Ну, то есть будет смысл вообще? В12, они будут блестеть, они будут шикарны, но от этого кожа не станет живой. Вот это кожа вовнутрь, мне кажется. Да, да, да. Ну что ж, дорогие друзья, слушайте внимательно советы наших экспертов красоты. Я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы делимся женскими секретами. И, конечно же, присоединяйтесь. 34 22 43, телефон прямого эфира. Леонид, наш телезритель, уже присоединился в Вайбере. Он вообще считает, что у женщин от мужчин не должно быть секретов никаких. Интересное такое мнение. Ну, а Ирина дает свой совет. Она заменила шопинг спортзалом, и жизнь наладилась. Давайте еще раз. Шопинг заменила спортзалом, и жизнь наладилась. Я вот хочу, знаете, действительно, вникнуть в это сообщение. Такой совет хороший. Сколько мы тратим сил, денег, действительно, делаем лишних покупок иногда, когда занимаемся шопингом. А вот действительно, вот эту бы энергию потратить на спортзал, на себя, в нужное русло. И вот действительно человек говорит, что жизнь наладилась. Но вообще, конечно же, очень часто нам не хватает каких-то советов. И желательно, чтобы это были советы, например, профессионального стилиста, если речь идет о гардеробе. Вот так вот плавно подвожу я к выбору одежды и аксессуаров. Конечно же, нам очень часто приходят на помощь глянцевые журналы, интернет. Самые страшные советы под рук. Я считаю, что вот в таком разнообразии советов можно просто заблудиться в мире моды, что называется. И поэтому сегодня предлагаю все-таки расставить точки над «и» с помощью нашего эксперта красоты, стилиста, дизайнера одежды Юлии Радовой. Помоги нам, пожалуйста, Юля сегодня правильно следовать модным тенденциям. Для начала расскажи, что в моде этой весной. И вообще, стоит ли кардинально менять свой гардероб или открыть, закрыть все то же самое, что и было? Нет, ну, кардинально менять не надо. Я как-то говорила про базовый гардероб. Самое выгодное — иметь этот базовый гардероб и просто туда добавлять какие-то вещи, модные штучки. В этом сезоне, да. Именно этого сезона. Старые можно не выбрасывать, они могут пригодиться, как я всегда говорю, знаете, иногда можно достать... На следующий сезон. Нет, иногда можно открыть бабушкин шкаф и найти там что-то такое интересное, прикольное. Хорошо, что будем носить этой весной? Модна клетка, если касается принтов, да, клетка. Модна яркая полоска, причем разной ширины. Очень модно будет... Нам слайды нужны, покажись нам, пожалуйста, слайды. Нет, я могу без слайдов. Опять же, цветочный принт. Это что касается вот уже какой сезон подряд, цветочный принт у нас в тренде. Будет модный... Вы спрашивали там про цвета, какие цвета будут в моде. Будут модны розовые павлины. Очень сложно говорить. Я так бы сказала, знаете, как бы это... Вот, мы наконец-то видим. Типа фуксии. Ну, сейчас вот показывают лампасы. На брюках. Да, на брюках. То есть это модно женская мода. Очень. Вот так. Да. Главное тоже не переусердствовать. Только не перепутайте это со спортивными, пожалуйста, штанами. Выглядеть, как генерал. В моду входят пиджаки. Вот клетка, которая... Причем пиджаки модно будут носить как под брюки, так и под джинсы. Джинсы остаются на том же самом уровне. То есть у нас завышенная талия идет. Модно будет атласные ткани и блестящие такие костюмные ткани. Деним снова будет в моде. Деним это что, поясни? Ну, джинс. Ну, я только что вот сказала, что джинсы. Вот, высокие талии. Да, высокие талии, опять же, остаются у нас. Будут в моде очень... Очень интересно. Платья, рубашки. Ну, тут всевозможные полоски. То есть можно орнаментами играть как угодно. По-моему, в моде, дорогие друзья, это весной все. По-моему, так. Да, и яркие цвета, яркие цвета. То есть розовый павлин, я сказала, что это типа как фуксия, чтобы люди понимали, про что я говорю. Оранжевый цвет, красный цвет в моде. Ну, в принципе, как бы есть такой нейтральный, как белый. И очень много клетки, я вот тоже обратила внимание. Да, клетка, полоска очень-очень-очень будет модно. Как, Оля, как? Как тебе вот такая мода? Хотела Олечке сказать, что она сегодня просто в тренде. У нее плессировка, у нее кружево, это вообще вот писк моды. Входят в моды именно плессированные. Почему-то мое платье никто ничего не говорит. Плессированные, плессированные юбки будут в моде, причем разные длины, покороче, подлиннее, миди. У вас вообще замечательное платье, сразу видно. Авторская мода, я хочу обратить внимание. Не знаю, можно произносить. Я не знаю, я здесь не заметила ни одного черного костюма. Дорогие друзья, поверьте, иногда мы сами диктуем эту моду. Правда, Оль? Конечно, конечно. Вот, поэтому, конечно же, мы прислушаемся к этим советам. Спасибо, кстати, большое. Надо найти кое-что клетчатое, как-то его там немножко реиминимируют. У меня есть клетчатый. Ну вот, завтра Ольга наверняка уже придет на работу в клетчатом. Я приготовила это уже буквально с зимы. А вот, кстати, а вот насчет головных уборов, все-таки еще прохладно. Что будем носить вот в марте? Ну, я не знаю, как в марте. Вообще, в принципе, расписывается мода так, на сезон. На сезон, хорошо. На сезон, да, лезь, зима, осень. Ну, вот, весна, лето. Будут в моде шляпы. Шляпы и с крупными полями, и не очень крупными. Будут в моде типа панамы. Так. Да, очень интересные. Где наши панамы? Покажите нам, пожалуйста, панамы. Можно и без панам. Вот так, это... Бюреты очень будут в моде. Причем разные. Ну, вот эта шляпа. Причем можно как бы так вот ее носить. Это что касается макияжа, чтобы было не видно. Панамы. Разноцветные панамы. Подожди, панама вот прямо под костюм, интересно. Да, ну, бюреты всякие. Вот это стиль 20-х уже больше годов. Ну, тоже панама. Ну, панама это вообще открытие, на самом деле. Да, и между прочим, на осень тоже можно. Почему бы и нет? То есть пальто или пиджак, и это панама. Ну, единственное, что нужно выбирать текстуру ткани правильную. Ну, естественно, там не в цветочек, если ты идешь в строгом костюме. В любом случае, по сравнению с покраской ушей, панама как-то, да, быстрее привыкается. Ну, интересно. Спасибо большое, спасибо за эти советы. Мне кажется, не каждая женщина может сегодня позволить себе ультрамодную панаму или ультрамодный там берет. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты мастер на все руки, и можешь нам, да, вот даже что-то принесла, приготовила. Что ты можешь нам сегодня показать, научить, сделать своими руками? Ну, в моде береты, как я уже сказала, причем всевозможные, разные. Есть береты такие, которые вот выходят под козырек, но это больше как бы на кепе похоже. Ну, сегодня я хотела бы предложить сделать вот такое вот... То есть своими руками вот это можно? Да, можно своими руками сделать, не ходить, не искать, не покупать, под размер, то есть вот... Можно я померю? Где должен быть бантик? Ну, сбоку, может быть. С какого? Да, я... Не важно, там сзади есть... По-моему, он немножко мне маловат, да. Нет, не маловат. Очень интересно. Можно надеть немножко по-другому. Если хочешь, я попробую портить себе прическу. В крайнем случае здесь есть Ольга, да, она есть, чтобы, конечно, поправить прическу, да. Только смотри, микрофон вот аккуратно. А, ну, только что микрофон. Попробуем. Немножко не по размеру. Может быть, не твой размерчик, да. Вот, все, красота, страшная сила. Ну, вот приблизительно так, все-таки не Панама, да, вот это мне как-то так вариант более... Ближе, дорогие друзья. Вот эту вот красоту мы сейчас будем делать. Итак, Юль, что нам для этого надо? Так, нам потребуется ткань. Это может быть фетр, драп, войлок, кашемир. Если, конечно, дома есть, ну, оверлок, это, конечно, большой плюс, тогда можно брать какие-то сыпучие ткани. Если нет, то можно ручками, в принципе, все это аккуратненько сделать. Я взяла сейчас... Я взяла сейчас кашемир. Так, мы, значит, с кашемира будем делать. Вот такой же получится. Первое, что нам надо для этого? Нам потребуется кусочек, ну, скажем так, 40 сантиметров. Ну, они обычно идут метр пятьдесят, поэтому я покупаю 40 сантиметров и ваяю. Да, и кусочек остается. Нам потребуются ножницы, естественно. Я приготовила лекало. Я приготовила такую, как половиночку. Нам потребуется... Можно, в принципе, сразу делать... Ну, размер головы-то надо знать для этого, правильно? Да, размер головы нам надо знать. Я поэтому взяла сантиметр. Ну, обычно размер головы, не знаю, там, пятьдесят шесть, пятьдесят девять. Пятьдесят девять, да, меряем на меня. Пятьдесят шесть. Можем пятьдесят шесть сделать, да. Значит, сначала мы отрезаем полоску восемь сантиметров в длину. Сейчас я буду так... Давай сразу отрезать, да, чтобы не запутаться. Хорошо. Так, отрезаем. Восемь сантиметров ширина полоски. Сейчас я быстренько. А длина ее? Длина ваша пятьдесят шесть сантиметров. Делим на длину? Нет, ничего, не делим. Да, пятьдесят шесть сантиметров. Наоборот, прибавляем два сантиметра, чтобы нам сделать шовчик. То есть пятьдесят шесть сантиметров объем головы плюс два на шов. Да. Пятьдесят восемь сантиметров, так? Вы можете... Это мы сейчас будем делать вот эту вот детальку. Ободочек. Да? Как это называется? Ободочек? Да. Это называется кашлем. 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 Ободочек, я же говорю. Да, ободочек. Конечно, идем. Идем к нам. Так вот, если мы хотим сделать такой узкий, значит, мы делаем восемь сантиметров. То кому-то, может быть, интересно побольше сделать. Значит, мы делаем чуть пошире. Ну, тогда нужно нам не... Мы делаем такой, значит, итак. Да, мы делаем такой. Значит, мы вырезаем... Так, забыла померить. Пятьдесят шесть сантиметров. Так, пятьдесят шесть, пятьдесят семь, пятьдесят восемь сантиметров. Вот до сюда режем. Угу. Угу. Испарились. Сегодня есть в гардеробе? В этом году практически не носились. Были удобные капюшоны. Но вообще, когда-то были в загашниках и для фотосъемок, и просто очень красивые шляпки от с полями до маленьких с всевозможными штучками. Я их откапывала, привозила издалека. То есть это очень красиво. То есть, Юль, нам нужно сейчас вернуть желание носить шляпы нашим женщинам и Ольге в том числе. Очень красиво. Были на ярмарке в субботу, вот ГЦК. Были очень красивые шляпки. И мамы девочек из школы Нагорного после концерта выходили, одевали под роскошные полушубки красивые фетровые шляпки. Ну, согласись, украшает женщину шляпки. Очень дорого, очень красиво. Так, Юля, дальше что ты сделала? Дальше я делаю круг. Круг может быть 30-35 сантиметров. Ну, лучше 30 собрать. Такой стандартный такой. Да, если сделать больше, тогда у нас получится такая непонятно что. Если сделать меньше, он будет такой куцый, как вы сейчас сказали, что что-то у меня не налазит. Да, что не налазит. Короче, круг это вот эта верхняя... Я обычно вырезаю сразу два. Вот он диаметр 30 сантиметров и плюс сантиметрик на шов. То есть 31 сантиметр по диаметру. Точнее нет, на шов 1 сантиметр. По диаметру 32 сантиметра получится. Не путайте, пожалуйста, уважаемые зрители. Радиус и диаметр. Радиус это... Половинка. Половиночка, да. Я на всякий случай рассказываю про математику. А почему ты вырезаешь два? Сейчас объясню. Потому что у нас не очень сподручно. Ну, я сейчас выкручусь. Ой, поддержать? А, нет. Слушай, хочешь помочь? Да. Пально. Идите, покажи. Это же ножницы. У тебя какой объем головы? 56? Вот я даже не знаю. Давай, Ольга, давай аккуратно, пока Юль вырезает. Вдруг берет тебе сразу мы сделаем сейчас. Давай аккуратненько. Давайте. Идем. Итак, у меня получилась вот одна деталька. Значит, у меня уже получилась две детальки. Полосочка. Ну да. И вот такой вот кружочек. Так. Так, это мне уже не надо будет. Это я вообще уже убираю. Здесь еще один берет получится. Получится, да. Да. Это я убираю. Итак, у нас три такие вот запчасти. Нет. С этой я еще буду работать. И потом вот та выкручка, которая у нас есть, нам нужно вот эту вот детальку вырезать. Среднюю. Да, среднюю. Но нам ее нужно рассчитать вот этот вот внутренний диаметр. Вспоминаем опять математику. Длина круга равна 2 пи р. 2 пи р. Да. 2 пи р. Нет, это не сложно. В общем, чтобы вам не заморачиваться, вы берете свои 56 сантиметров и делите на 3.14 и делите на 2. Ну это пи, я же помню точно. И конечно, ну и все. Все, и вырезаешь еще один ободочек. Да, вот она как пол детальки. То есть здесь вот может у вас быть еще один. Да. И я это вырезаю тоже. Оля, а вот прости меня за этот вопрос, пожалуйста. А ты вообще шипоголик? Вот как ты себе гардероб подбираешь? Вы знаете, у меня много было клиентов и подруг, которые были шипоголиками. Это было очень сложно, когда они не спали ночью, ждали мне позвонить, посоветоваться, потому что вдруг купят сумочку или туфельки. Ну боже мой, как я устала. И вот на фоне, наверное, этих модниц, таких сумасшедших модниц, которые были в возможности покупать, привозить вещи, мне это было жутко. И я люблю, да, интересно наряжаться, но это нужно делать все с умом. И мне проще иногда, если мне нужна конкретная вещь на этом мероприятии, я могу уделить целый день в поиске ее. А могу, смотрю так, час до окончания закрытия. То есть ты себя умеешь контролировать. Да, час до закрытия я побежала. Скажи, Оля, есть ли у тебя щипцы для растяжки лайковых перчаток? Перчатки и щипцы нету. Дорогие друзья, вот на самом деле ведь шляпка, веер, лайковые перчатки, обязательно щипцы для их растяжки. Эти предметы использовали светские львицы, представляете, сто лет назад. И вот об этих женских секретах конца 19 века и начала 20 века сегодня можно узнать не только из романов. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле открылась уникальная выставка Шершеляфам. На ней представлены, вы только подумайте, мебель, предметы личного обихода дам именно этого периода. И все это из частной коллекции Сергея Путилина. Уникальные шкатулки, футляры для помады, флаконы для духов и другие предметы, прелестные с того времени, которые дамы использовали, когда собирались к выходу в свет. Вот в этих удивительных вещах на самом деле история как будто бы просто застыла. Причем не только история, но и мода. И вот у нас сейчас есть два пригласительных билета на эту выставку, на выставку Шершеляфам. И чтобы их получить, надо ответить на вопрос нашего конкурса. 34 22 43, звоните. Итак, современные женщины подчеркивают на своем лице то, что женщины времен Леонардо да Винчи наоборот прятали. Вот о чем идет речь, ваши варианты ответа. Итак, какую часть лица подчеркивают очень сильно современные женщины в то время, именно эту часть лица во времена Леонардо да Винчи женщины прятали. Вот как вы считаете, 34 22 43. Мы ждем ваших телефонных звонков после рекламы. И после рекламы мы продолжим наш мастер-класс. Дорогие друзья, продолжаем прямой эфир на Беларусь 4. Сегодня говорим о женских секретах красоты. И у нас есть два пригласительных билета на удивительную выставку в музее Дворца Румянцевых-Паскевичей. И выставка называется «Шершель Афам». И вопрос нашего конкурса звучит так. Какую часть лица, скажем так, прятали женщины времен Леонардо да Винчи? И что примечательно, что современная женщина наоборот ее очень подчеркивает. Вот ваши варианты очень интересные. Я подсказала, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрительное. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Наташа. Вас беспокоит Елена Гостинская, Гомельская областная телезрительная. Ой, здравствуйте, Елена. Очень рада слышать. Да, я отвечаю на вопрос, что это брови. Брови, Лен, ну это действительно правильный ответ на вопрос конкурса. И вот мы сидим здесь вот и думаем, а как же они, интересно, от них избавлялись? Может быть, Лен, ты знаешь ответы на этот вопрос? Ну, они банальным образом либо сбривали, либо есть такие древние у нас традиции, которым сейчас уже не пользуется нитка. Вот, как бы удаляли. Это вот как-то непостижимо, но на Востоке женщины с древних времен пользовались как-то ниткой, вот такой техникой. Индийцы до сих пор и на Ближнем Востоке тоже пользуются. Вот. А так в Европе их просто банально сбривали. Лен, спасибо большое. Скажи, ты выиграла только что два пригласителя на выставку Шершеляфам. Не успела еще сходить? Вот, я как раз вот увидела и с удовольствием, кто звонила, решила свои брови вставить в ваш эфир и получить пригласительный. Спасибо большое. Спасибо, Лена, за этот вопрос, за этот телефонный звонок. Хорошего тебе вечера. Ну что ж, дорогие друзья, действительно, вот такая вот интересная история. Юля, мы же никак не можем... Да, что с этими тремя деталями теперь делать? Смотрите, Наташа, все очень просто. Вот эту деталь мы соединяем вот здесь, прошиваем. У нас получается вот такой вот кружочек. Кружочек, не знаю, как назвать. Вот, смотрите, раз, и уже деталька превращается, превращается деталька в наш... Беретик практически. Да, в наш кишлем этот. Да, сравнив. Да, вот в эту вот штучку. Потом мы это соединяем вот с внутренней дырочкой. С внутренней дырочкой. Конечно, лучше, чтобы это, предположим, ну, как-то наметить иголочками, допустим. Ну, наметать, наверное, даже я... Нет, сначала нужно, сначала нужно просто иголочками закрепить, распределить его целиком полностью, чтобы наша вот эта вот штучка совпала с нашей внутренней дырочкой. Ну вот, я вижу, как ты это делаешь. Да, вот так вот. Да, вот так вот. Вот здесь вот соединить. Потом мы, когда у нас вот получилась уже вот эта вот часть, давай я на готовом покажу. У нас получилась вот эту вот часть, вот мы соединили, вот у нас получилось. И потом мы просто лицо к лицу соединяем вот эту вот часть, соединяем с основной частью, с верхней. И тоже прошиваем. Все. Можно даже вручную прошивать. Три детали, бантик сверху и вот такой вот красивый берег. Да, бантик можно делать из остатков. Сейчас расскажу, как из остатков бантик сделать. Вот так вот складываем просто несколько штучек, и у нас получается, о, все, такой бантик готов. Ну, вообще, дорогие друзья, говорить о женских секретах красоты не только можно часами, днями и ночами, вот, но так как впереди у нас действительно роскошный, романтический, самый красивый, наверное, весенний праздник 8 марта, конечно же, хочется всех поздравить с этим днем. Ну, и без какого-то интересного рецепта праздничного никак не обойтись. Юль, Оля, кто-нибудь подскажите, вот какой праздничный рецепт есть вот в вашей семье, может быть, традиция какая-то? Замечательный рецепт. Для всех мужчин. А, для мужчин, действительно. Для мужчин. Готовит мой муж на 8 марта мне с утра завтрак. Берет лаваш, отваривает яйца, их трет на терке, трет сыр на терке, режет кусочками или красную рыбу. Если красной рыбы нет, можно селедочку. Режет свежий огурчик весной, это уже есть в марте месяце. Сметану смешивает с зеленью, я зелень люблю, кто не любит, тот может не смешивать. Все это заворачивает просто в рулетики, нарезает такими маленькими кусочками, вуаля, и завтрак готов. Дорогие друзья, как видите, даже мужчины не остались сегодня без советов, поэтому, конечно же, желаю всем хорошего праздника. Хочу поблагодарить наших экспертов красоты. Ольга Капустина, Юлия Радова сегодня делились своими полезными советами. Это была программа «Добрый вечер. Гомельс, Наталья Волынец». Ну что ж, дорогие друзья, хорошего вечера и до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!